Если честно, ну ладно, друзья, ждем какого-то развития событий дальше, пока вот все развивается так, мы можем посчитать ваши комментарии, которые были написаны 15 минут назад, если вы не в курсе, то хотелось бы отметить, вот, наконец-то генерал, можно было бы взять картинки с их, то чувство, когда мы социалок. Давай пока расскажи, кто такой Галарон. Ты умеешь задавать вопросы, я хочу за генерала рассказать. Давай, ладно, ты по-простому решил, ну давай, хорошо. В смысле по-простому, что ж такое, сам про всех рассказывай, как я выкрутилась, а? Сейчас, друзья, обязательно все будет, у нас стартует партия, счет пока у нас 2-1, ведет генерал, и он отыгрывает на шамане, это последняя его сборочка, последняя его колода. Окей, окей, и тут неожиданно келесет, ну, если келесет, да, то если добор, грозы, то это дрожеглот, ясное дело. Ну вот, по генералу он был третьим в своем регионе, набрал целых 30 поинтов, два раза взял топ-22, 25, играет на Европе, на Азии, топы чаще берет на Азии. Генерал постоянно замечен, да, тем, что грейдит ладер. Топ-2 российских квалификаций в ЭСГА, победитель европейских отборочных на Wild Open, но, к сожалению, не поехал из-за проблем с визами. Победитель визовых квалификаций. К сожалению, виза в ЭСГенерал, вы знаете, кто победил. Постоянно Харсон троллит генерала, почему так происходит? Неужели это из-за... Из-за того, что он забил, я думаю, на одно время. Из-за любви Гачи. Вот это ты очень зря. Сейчас начнется братская любовь в чате и понесла. Не, я, кстати, ничего против не имею. Я в порядке, мне это на стриме ставят. Саня тоже в порядке. Я в порядке. Ты знаешь, ты в теме, да? Я слишком в теме, больше, чем хотелось бы. Видишь, как хорошо, как замечательно. Так. Генералу на самом деле все... Не сказать, что замечательно, не сказать, что хорошо, потому как вижу Hellfire и вижу, как в лицо просто летит чудный вот этот вот великан горный. Просто бадумс. Бадумс. Ну и царский топ-дек, в свою очередь, для генерала. Слушай, нашла я оппонента генерала Галарон. Он у нас находится на 63-й позиции. То есть он в конце как раз турнирной таблицы по поинтам. У него 3 поинта. 2 поинта он заработал, вошел в топ-1000 в Европе в мае, и 1015-й был в апреле на Европе, получил 1 поинт. То есть он прям, знаешь, запрыгнул в последний вагон турнирный, но все-таки попал сюда. А вот лайнап я бы посмотрела, потому что вот колодка генерала, такая колодка генерала. Это дрожжеглон, не он типичный. Так, а тут мы выбрали сыграть через захил. Лишнюю восьмерку не хотим топить в лицо. Ну и хекс. Смотри, какой коварный генерал. Приберег здесь хекс. Приморозил пока. Да, я думала, что у генерала в его дрожжеглон шамане будет что-то, может быть, необычное. Но все-таки вроде как более-менее стандартно. Ну что, Блесс РНГ на 4 и на 3. Ну 50 на 50 было, откровенно говоря, шансов у генерала зачистить. И да, это неудача. Но есть возможность отдать земной шок, чтобы зачистить эту игровую доску. А как же дракончиком зимным шоком плюхнуть? Ну это же святое. Нет. А с другой стороны, сейчас не зачистишь, залетит что-то на хил. Еще один грибомант, например. И будет совсем грустно. Ну вот генерал решил сыграть через способность героя плюс грозу. Но он надеялся на рул на 4, а ему попало на 3. Теперь он не добивает под него сколком. Могло и в грибовара залететь на 3 еще. Так, грибоваров не считаем. А вот великана игнорить не хотелось бы. Копеечки не считаем, значит. Может быть, и рассчитывает, если оппонент похилит великана. Он его просто отдаст глаз туда. Ну хорошо. 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 Упырь-упыречек. Сожжет у нас Упырь 2 земных шока. Можно еще одну адское бахнуть, на самом деле. Вот так вот с царской руки. А у генерала 2 типа заклинаний за 1 кристалл маном. То есть, по сути, Упырь сожжет. Может сжечь целых 4 карты. Что там? Шок, ты говоришь, земной, да? А еще что? И молнии, да? Да, да, да. Сейчас. Залагалась сетка. Нет, вру. Нет, заклинания, это осколки были. Мне плохо. Дженерал. Я пыталась вас обмануть, но не получилось. Только земные шоки есть в этой сборке. Я просто думала, может быть, это что-то необычное. Пока нормально не посмотрела. Да, два земных шока. Окей, окей. Ну вот и дрожжеглот подъехал. 11, здорово. И еще одна гроза наказывает сейчас Глорона. Что же, зачистим мы на этот раз-то великан или нет? Да, 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 да. Идеально. Но способность героя, троечка в лицо, и глаз приберегается у нас на будущее. На Короля Лича. Шикарно тут генерал, конечно, отыграл от зачисток. Очень жадно, но при этом все это пригодится тебе в будущем определенно против такой сборки темпа чернокнижника. Такой сейчас он, собственно, и является. Ну, сейчас самое главное, под шмок не отвалиться. 11 единиц здоровья это мало, но тебе нужно собрать комбинацию. Так что контролим здоровье, пытаемся не пускать тяжелых существ оппонента на игровую доску и постепенно собираем комбинацию. Унезапно тебя все равно не забьют. И тут не стоит прожимать способность героя, да, исходя из того, что получаешь ты токен 1-1, и сразу же летит здесь сквернение. Зачем это надо? Не надо. Хилимся, живем, так сказать. Что делать Галарону, в свою очередь? Монеточка плюс Король Лич. Воины ледяных пустошек. Остается отдавать Хекс. Размены. Опять-таки не прожимает способность героя, потому что у нас есть 50% на то, чтобы заролить не тот тотем. Будем последовательно, и генерал все топово делает. Так, а что делать Чернокнижнику здесь? Можно, конечно, поставить великана просто для угрозы. Потому как две грозы вышло, и забрать его можно с помощью вулкана. Но тебе сначала придется поставить великан, и только после этого можно поражать адское пламя. Но адское хотелось бы приберечь на вторых. Хотя нет, там уже не будет возможности зачистить дрейнф каторжников, потому что был келесет. Думаю, что это неплохой ход. Великан плюс адское. Слушай, а посмотри, пожалуйста, позицию Галарона в турнирной таблице. Потому что у меня на планшете мобильная версия. Оно не открывает именно по лидерству. Потому что если я все правильно понимаю на планшете, то он находится в... Далеко, да? Далеко, да, все-таки. Значит, это не то. Секундочку. Мне просто интересно количество его побед-поражений. 2-2. 2-2. То есть шансов у него не особо много. Не очень, да, все хорошо для него. Потому что почему-то на девайсе оно не хочет открывать. Антимагический щит у нас здесь был повешен на великана. Целительный ливень на хилл использует генерал. Служитель боли, тотем прилива маны. Попробуй разбери. В целом, тот и глорон, можно понять, что он не использует адское пламя. Самое обидное, что адское пламя, к нему надо что-то добавлять. Иначе ты не забираешь весь стол. Но перед адским предварительно все-таки надо в служителя боли удариться, чтобы не давать много карт. Да ну как-то я не думаю, что тут будут размены со служителем. То есть ты предлагаешь прям... Я думаю, что это сморг. Маловато здоровья, конечно. Вот-вот. Но сморг должен быть. А можем ли мы как-то почистить, чтобы самому выставиться? Два земных шока ты должен, да, держать в голове. Служить, все-таки будет разрушитель. То есть сколько, по факту, урона пятеркам отъехать ты? Ну... Ну пока не можешь. Так, да. То есть там каких-то два жизни с СОСа. Что там есть еще из взрывного? Если там он вообще этот урон... Время почти истекло. Интересно. Да нет. В том-то и дело, что ничего такого нет. Но все-таки играется здесь адское пламя. Мне просто что в адском пламени не особо нравилось, это то, что ты своего собственного разрушителя чар отдаешь, но выбирать уже не приходится. Очень важно не давать возможности никаких дополнительных здесь добирать картонки. Это самое главное, если посмотреть на колоду Дрожеглота. Ну и в целом весь концепт рассчитан на то, что ты перебираешь. Я, конечно, ни на что не намекаю, но ТН прилива маны продолжает дроваться. Так-то минуточку. С пустой рукой у Дрожеглота продолжается добор. Ну, была ставка от Глорона на то, что он залеталит следующим ходом. Потому как у него есть... А, нет, Немату мы отдали, да? Я уже понял. Раз-два. Отметила бы Келесета раннего. За счет Келесета все тотемы прилива маны, служители боли получили стату в 4 единицы здоровья. И именно из-за этого в одно заклинание чернокнижники их не разбирают. Дроваться будет тут красиво, конечно. Бесспорно. А может даже как-то не залеталить не получится. Знаешь, тут во многом вопрос, а стоило ли так. Именно таунтить существ. Хагата. Хагатят хорошо. Почему? Но под Хагатой у тебя два существа. Просто на дополнительный добор. Ты сам отъехать можешь. Нет, мы чистим с дровом предварительным. Удар сюда. Почистить не получается полностью все. А можем убить. Три, четыре, жизнесос. Слушай, да. Но жук дает армор еще. Нет, четыре, три. Да, не поспоришь. Неужели немножечко не хватило генералу, чтобы в этот ход убить? Да, чуть-чуть не хватило. Не-не-не, ну как дружок, да, тут никак. Но зато у тебя есть еще дружеглот, у тебя есть стол, который... Ну и вообще все больно будет у нас на самом-то деле. Ты берешь карты еще. Минимум еще там картонки. Две ты получишь, да, на следующий ход. То есть и тут уже надо галорону бояться. Как чистить? Можем ли мы подплеть как-то все это дело? Двенадцать. Синергировать. У тебя нет существа с одной единицей здоровья. Ну тут просто надо смотреть, как чистить, чтобы выжить. Тут пофиг на карту как-то. Нет возможности, да, подогнать никак. Нет, возможности-то есть зачистить. То есть мы играем разрушитель и чар, плюс мы играем осквернение. Разрушитель и чар на осколок. А, это через разрушителя? Это получает... Ну мы дадим еще минимум пары карт. Но я думаю, что стоит так играть и бить в лицо. У тебя... Я не вижу других вариантов на самом деле. Там сколько будет? Четыре цикла, и на трех единицах здоровья останется горный великан. То чувство, когда мимо вас прошли очень-очень довольные дотеры, потому что у них уже все закончилось. И они так коварно заглянули в студию. Есть чему быть довольным, друзья. Да, потрясающе уникальная просто дота. Европейская и американская лучшая дота в мире. Капа. Ну что, убивает ли генерал? Семь урона у него на столе. Ну и дрожжеглотик. Дрожжеглотик, давай. Ну что ж. Это победа. Неплохо сыграно. Генерал выигрывает свою партию. И у него статан, сколько я понимаю, та же. То есть ситуация 3-2 для него. Все понимает его оппонент. 3-2 для генерала. Он еще цепляется. Я не уверен, что с двумя поражениями ты как-то сможешь пройти. Или у тебя там посев должен быть очень жесткий. С учетом того, что остается еще лишь один круг швейцарской системы. То есть ты закончишь на 4-2. По-моему, шансов-то не так много. Ну, как по мне, стоит отдать должное генералу, что он не забивает, он продолжает играть. Потому что, да, здесь не какие-то нереальные призовые. Да, и в призы попадают только топ-8. Но это возможность поиграть, получить дополнительный опыт, покатать на турнире, что-то рассказать, набраться каких-то кулсторий для стрима в конце-то концов. Ну и большинство игроков предпочитают доигрывать, если у них нет каких-то суперсрочных и важных дел. Смотрим мы за швейцарской системой, то, что происходит там в пятом круге. Осталось лишь 35 игроков, которые принимают участие в турнире, как мы видим. О, я вижу, что два участника у нас уже также снялись после пятого раунда. Да, после поражения, да. No space. Бабон Иннер. Хорошая партия, и там пятая решающая. Да, но мы сейчас уже вряд ли куда-то успеем вклиниться, потому как ребята думают, наверное, последней игрой, пытаются еще запотеть. И тлен также заканчивает свою игру. Как и банан на мур. И фудоу. Лидеры турнирной таблицы. Свейт, 5-0, 15 поинтов. Туда же Лаки, это два фаворита лидера турнирной таблицы. По одному поражению есть у Ка, у Ренмена, у Штана, у Рики Тикитави, Альтере, красиво. И, конечно, у Инион. Ждем мы результата всех абсолютных игр, пока мы видим, что с одним поражением порядка до 10 человек. Там 9 позиций занято, с лидерами турнирной таблицы, и с ребятами, у которых 4-1. Ну и плюс, закончат сейчас выступление, может быть, еще больше будет игроков с одним поражением, а значит, ну шансы есть, смотри-ка. Сколько еще игр здесь незаконченных? Ну что, и 4. Раз, два, да, где-то около 5 поединков. Но, на самом деле, с двумя поражениями есть неплохие шансы, потому как после следующего раунда швейцарской системы с одной победой останется ровно в два раза меньше игроков, потому как тебя балансят к тем же показателям, что и ты имеешь. То есть 3-1 или 3-2 балансится к 3-2. То есть, соответственно, 4-1 к 4-1. Ну, я думаю, что все разрешится уже в шестом финальном раунде швейцарской системы. Человека 3 пройдет. Которая будет у нас... Этот финальный раунд будет совсем скоро, после, я надеюсь, небольшой паузы, потому что там самое интересное, там уже финишная прямая, после чего решится все. Кто проходит, кто будет соревноваться все-таки за титул чемпиона России? Именно так, друзья. Потом смело может ходить и размахивать просто титулом своим вот так вот. Я вас всех катал. А если не стример, то сидеть в чате и говорить, плохо играешь, очень плохо. Ты титул мой видел? Я знаю. Ты вот там зайди, посмотри. Я там таких ребят раскидал. Изи просто, друзья. Швейцарская система. Все в рамках честной, конкурентной борьбы. Ну и вот я смотрю, дошел момент как раз-таки до гачи. И просто поклонники гачи-мучи, гачи-баса откликнулись. Там просто по полной. Игорь, ты же понимаешь, что следующий твой стрим, все, как бы тебя приписали. Я-то не подрубаю подобное, знаешь. А ты специально скрываешься. Я так не делаю. Вот у тебя, пожалуйста, удачи, гачи. Нет, ребята, сори, но... Мне, когда ставят замечательные треки, я громко очень кашляю. Кашляешь, да? Вот, вот, вот... Болею я. Давай, давай. Ну, просто, чтобы заглушить, знаешь. Понятно. Все. Ребят, мы на паузу, а ты сейчас глядишь, что-нибудь еще Алисия расскажет такого, о чем нельзя говорить. Спасибо большое моим замечательным зрителям, которые знают, какую музыку мне ставить. Гачи-бас. Уходим на паузу, скоро вернемся с последним кругом швейцарской системы, друзья. Не уходите далеко, поднимайте пока щиты и гачи за гачи. Субтитры сделал DimaTorzok